Впервые за долгое время в Симферопольском зооуголке у пары ослов Дуси и Семёныча появилось потомство. Малыш родился на свет здоровым и уже начал знакомиться с окружающей средой. Для общения с широкой публикой он ещё не готов, однако на закрытой территории с удовольствием продемонстрировал себя нашим журналистам. Волгин появился на свет в ночь на 21 января. Тогда его вес составлял порядка 10 килограммов. За полтора месяца малыш набрал ещё десяток, окреп и уже знакомится с миром. Однако с посетителями Симферопольского зооуголка общаться ему ещё рано. Вместе с мамой Дусей он находится на закрытой от посещения территории. Пока маленького ослика мы не можем выставить на экспозицию, так как организм его растёт, и он постоянно ест, не отказывается от еды. А посетители, знаете, добродушные, они несут с собой угощение. Он будет виден на экспозиции, но прямого доступа не будет. Будет дополнительное ограждение, чтобы избежать перекорма. Появление ослика стало для Симферопольского зооуголка настоящим чудом и большой неожиданностью. Ведь по подсчётам маме Волгена Дусе уже порядка 10 лет. Для многих ослов это уже половина жизни. К тому же с Семёнычем они бок о бок уже более пяти лет. Но ранее потомства у их пары не было. Вообще мы даже не подозревали, что она в положении. Потому что ослицы, во-первых, носят больше года, практически к 13 месяцам. Во-вторых, самого факта общения отца с матерью никто не замечал. В общем, с поличным их не взяли. И она всегда у нас была дама с формами. Она всегда была круглая. Мы всё её подозревали, считали, считали месяцы. И вот она решила, что в ядваре наконец-то пора. Наталья рассказывает, необычное имя Волген для ослика было выбрано не случайно. Коллективно решили, что оно непременно должно быть связано с теми, кто ухаживал за животными и был рядом в момент появления малыша. Почему его так зовут удивительно Волген? Честь двух мужчин, которые ухаживают за копытным отделом. Честь Валеры и Гены. Крёстные отцы у осла. Так что и ослов тоже бывают сложные имена. Не всем же быть дуньками и дуськами. Пока малыш растёт и набирается сил, он будет с мамой. Но как только Волген будет готов к самостоятельной жизни, у него появится своё место. А Дуся отправится к Семёнычу. А ещё в ближайших планах зооголка – постройка вольеров для молодых львов и переговоры с московским зоопарком о приобретении животных и их обмене. Мария Красновицкая, Александр Чукалов. Время новостей.